Эдильвейс цветок скромный лишь на первый взгляд. Он не казист, зато мил и нежен. Из-за своей недоступности это высокогорное растение очень ценится в цветоводстве. Вырастить такое очарование в своем саду – признак мастерства. У Эдильвейса есть второе имя. Леантоподиум – это травянистая культура, род семейства Астровые. Ареал растения покрывает территории Европы и Азии, но только каменистые горные участки не ниже 1,8 км над уровнем моря. Эдильвейсы бывают однолетними и многолетними. Высота цветка обычно не превышает 25 см. Его стебель и листья узнаваемы по характерному опушению. Оно защищает культуру от чрезмерного испарения влаги и от зимних холодов. Зелень имеет серебристый оттенок для отражения агрессивных солнечных лучей. Листочки ланцетной или линейной формы окружают корзинку соцветия Эдильвейса. Сами бутоны мелкие, белые или кремовые. Но на первый взгляд цветком кажется вся композиция из расположенных звездой листьев-прицветников с пышным комочком в середине. Ее диаметр около 10 см. Эдильвейс – редкий цветок. Найти его в диких горах – большая удача и хороший знак. Во многих странах он является объектом культуры. Цветущее растение символизирует упорство, мужественность, настоящую любовь. Дикорастущий цветок включен в Красную книгу. В садово-парковом ландшафте Леантоподиум принято использовать в альпинариях. Цветет он примерно месяц, в конце лета. Не высаживайте Эдильвейс рядом с яркими и крупными цветами. Так вы спрячете красоту низкорослого и не бросающегося в глаза горного жителя. Из-за богатого биохимического состава растения используют в народной медицине. В зелени есть витамины А, С и К, калий, кальций, магний, антиоксиданты, дубильное вещество танин. Из Эдильвейса готовят фитопрепараты с противовоспалительным, антибактериальным и антиоксидантным действием. Еще лекарства стимулируют иммунитет, гасят судороги. Тонизируют, выводят мокроту, восстанавливают нервную систему. Для использования в этих целях годится только выращенный на своем участке цветок Эдильвейса. Заготовку проводят в момент цветения. Срезанные стебли сушат и раскладывают по бумажным мешочкам. Срок хранения сбора – 3 года. Противопоказаний у препаратов из растения практически нет. Их следует принимать осторожно только в период беременности или кормления ребенка, а также при персональной непереносимости. По разным данным в роду Эдильвейса – от 40 до 60 видов. Цветок Эдильвейс требователен ко многим условиям выращивания. Их важно предусмотреть еще на этапе посадки. Используйте только легкий, рыхлый и сухой грунт. В его составе важно наличие известняка. Оптимальный рецепт – по 40% лиственной и садовой земли и по 10% крупнозернистого речного песка и перлита. Применять любые удобрения категорически запрещено. Солнце – обязательно избегайте даже минимальной тени. Семена Эдильвейса продаются в специализированных интернет-магазинах. Посев планируйте на февраль-март. Заполните субстратом в меру просторный контейнер. Насыпьте семена на поверхность и слегка прижмите их рукой. Оросите с помощью распылителя. На первое время влаги должно быть минимум. Сделайте из контейнера парничок и оставьте его при температуре около плюс 10 градусов. После всходов убери мини-парник и переставьте ростки на хорошо освещенное место. По достижении высоты 2 см рассадите сеянцы в отдельные горшочки. Молодым экземплярам необходим минимальный полив для поддержания субстрата в слегка увлажненном состоянии. Избыток влаги способен вызвать гниение. К пересадке в открытую местность и дельвейс будет готов в конце апреля или в мае. Подберите ему место подальше от ползучих культур. Сохраняйте между саженцами интервал в 15 см. Мера по уходу за цветком и дельвейса. Полив только в жару. Рыхление не нужно. Зимовка. Под слоем мульчи из торфа, опилок или листвы. Удаление сорняков в цветочной грядке обязательно. Каждые 2-3 года эдельвейс следует пересаживать. На одном месте он становится болезненным и теряет декоративность. С пересадкой на новое место цветок справляет хорошо. С поливом следует быть особо осторожными. Даже небольшой застой влаги чреват гибелью растения. Эдельвейс – экзотический гость в равнинной местности. Обеспечьте ему условия для нормального развития, чтобы на долгие годы украсить свой сад редким цветком. Продолжение следует...